Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Ну что за месяц? Каждый день праздники. Что, опять? Да. Сегодня день... А хотя... Нет. Давай ты угадаешь. Если не сложно. Проще некуда. Итак. Много меня пропал бы мир. Мало меня пропал бы мир. Эм... Что это? Интернет-трафик. Нет, конечно. Слушай внимательно. Чего в гору не выкатить, в решете не унести и в руках не удержать. Артем, а попроще? Понятно. Я и туча, и туман, и ручей, и океан, и летаю, и бегу, и... стеклянный быть могу. Вода! Ну, наконец-то! Сегодня 22 марта. День воды. Чтобы понять, какой это важный праздник, на секунду представьте, что воды в грани нет. Морей и рек тоже. Дожди не идут. Компот закончился. Ну? Ты знаешь, Артем, стало грустно и захотелось пить. Артем, ну это же все по наружку. Разумеется. Но попробуй ты и вы, ребята, взглянуть на воду другими глазами, как на что-то очень и очень ценное. И всегда выключать экран. А я так и делаю. Ой, реально пить хочется. Попьешь во время анонсов. Зашифрованных. Анонс-шифровка. Она живая. Петр Первый был бы рад. По парку в скафандре. Друзья, наша с вами задача разгадать эти анонсы. Так мы узнаем, о чем будут сюжеты. Так, первый анонс. Она живая. Ну что это может быть? Может статуя? Ну, я имею в виду загримированного человека. Такие обычно в парке бывают. Особенно по праздникам. Только вот я одного не понимаю. Как они могут так долго не двигаться и не моргать? Моргают, но только незаметно. Да нет. Я смотрела. Не моргают. А ты моргала? Конечно. Так и они вместе с тобой. Одновременно. Вода – основа всей жизни на Земле. Даже мы на 70% состоим из воды. Она обладает невероятной мощью и красотой. А ее свойства, как физические, так и химические, уникальны. Ученые, например, до сих пор не могут объяснить, почему только вода может быть в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном. Почему она является самым мощным растворителем на Земле и каким образом поднимается по стволам огромных деревьев, преодолевая давление в десятки атмосфер и поддерживает жизнь на планете во всех ее формах? А еще благодаря своим физическим свойствам – высокой теплоемкости и теплопроводности – она позволяет сохранять тепло и охлаждать окружающую среду. Существует в различных формах – дождь, снег, град, туман. А еще при охлаждении она не сжимается, как это делают другие жидкости, а наоборот расширяется. Кстати, это уникальное свойство воды люди научились использовать еще в далеком прошлом. Например, северные народы, чтобы добыть камень для строительства, перед заморозками заливали воду в расщелины скал. А на юге вбивали деревянные клиния в трещины породы и поливали их водой. Разбухая, эти клиния разрывали камень. Только позже ученые установили, что, находясь в порох и капиллярах, вода создает огромное давление. В зерне в момент прорастания оно может достигать 400 атмосфер. Вот почему росток с такой легкостью пробивает асфальт. Вода – это невероятная субстанция. В ней скрывается огромное количество загадок, которые нам еще предстоит разгадать. Но кто-то пытается сделать это уже сегодня и открывает ранее неведомые нам стороны живой воды. Да-да, живой. В лаборатории российского доктора технических наук, президентом Международного союза медицинской и прикладной биоэлектрографии Константина Короткого, был проведен ряд экспериментов по влиянию человеческих эмоций на воду. Группу людей попросили думать о чем-то хорошем, глядя на колбу с водой. Затем колбу поменяли и попросили испытать другие эмоции – чувство страха, ненависти, обиды. После чего произвели измерение образцов. И выяснилось, что любовь повышает энергетику воды, а агрессия ее резко понижает. Да, вода оказывается очень впечатлительная особа. Она способна воспринимать информацию, то есть считывает и запоминает все, что видит, слышит, ощущает. Кто бы мог подумать, что у воды есть память? А вот мнение ученого Масару Эмото пока не подтверждено в научном мире, но тем не менее вызывает огромный интерес. При помощи стремительного замораживания ему удалось зафиксировать впечатление воды. Так выглядит вода, нагретая в микроволновой печи. А этой воде сказали спасибо. Извини. Это и ты мне противен. Только представьте, если вода так реагирует на слова, то что говорить о людях, которых, кстати, воды 70%. Так что не жалейте добрых слов. Масару выяснил, что вода тот еще меломан. Ей включали различную музыку и после замораживания рассмотрели под микроскопом. Так все узнали, как выглядит музыка Баха, Моцарта, Бетховена. А это уже тяжелый рок. Выводы делайте сами. Теперь вы знаете, что вода – это не только ценный ресурс, который нужно беречь, но и настоящее, живое чудо природы. Вот это поворот. Я теперь и подразнить никому не смогу. Сразу в голове появляются картинки этого… Как его? Масару Эмото. Скупкоженные молекулы воды. Вот именно. Ладно. Постараюсь контролировать свою речь. Я ведь тоже состою из воды. Только вдруг Японец все это придумал. В любом случае, без обидных слов, живется лучше. Надо попробовать. А пока повторим волшебные слова. Будьте здоровы, будьте любезны, благодарю. Простите, извините, здравствуйте, до свидания. Умницы, молодцы, вы великолепны. Спасибо. Анонс номер два. Петр Первый был бы рад. Знаешь, сразу пришли в голову бояре с бородами, которые царь заставлял сбривать. О, и картошка, которую он привез в Россию и заменил ей русскую репку. Какая картошка, репка? Петр Первый ввел новое летоисчисление и календарь. Открыл морской Балтийский флот, основал Петербург, разделил страну на регионы и заставил всех учиться. Ну, я думаю, про парики моду никому интересно не будет. Я бы послушала. Они бороздят океаны с самых древних времен. Благодаря им люди исследовали планету и составили первые географические карты, наладили торговлю между странами и даже обменялись достижениями. Корабли. Тогда они строились долго и тяжело. Важен был выбор правильной породы древесины, ее тщательная сушка, пропитывание всех составляющих частей специальной смолой, которая защищает корабль от порчи в воде. Но даже это все не продлевало срок службы судна. Оно служило не дольше 10 лет. Сегодня все иначе. На судоверфи идет стыковка будущего многофункционального судна усиленного ледового класса. Это мощный корабль. Ему не страшны никакие экстремальные условия. Он справится с любыми задачами. И буровые вышки доставить может и любой другой груз. И защитит себя при необходимости. Все начинается с проектирования. На этом этапе инженеры создают подробный план строительства, в котором строго вычерчены размеры, форма, компоненты, системы и все остальные детали, необходимые для постройки корабля. Все это происходит в специальном доке, который заполнят водой после того, как корабль будет готов. Первый шаг — создание кильватора, длинной балки, которая будет служить основой судна. Затем собирают другие блоки и с помощью судостроительного крана перемещают их для сборки корабля. Носовую и кормовую части, борта, палубы и кабины. Благодаря расчетам, детали идеально стыкуются между собой, как огромный 3D-пазл. В отличие от старинных кораблей, дерево в современных кораблях почти не используют. Разве что для декора. В современном кораблестроении комбинируют разные материалы, но в основном используют сталь и алюминий. А еще применяют новейшие суперпрочные композитные материалы — стеклопластик, углепластик и кевлар. Самый важный шаг в процессе строительства — это установка мощных доковых башен. Они нужны для поддержания корабля в вертикальном положении и защиты его от неблагоприятных погодных условий ветра и шторма. А еще они нужны для поднятия корабля на подходящую высоту, чтобы он мог спокойно спуститься на воду. Когда корабль готов, его укрепляют на месте доковых башен и поднимают над водой. Затем под корпусом корабля устанавливаются большие колеса или рельсы, которые будут использованы при спуске корабля на воду. Это всегда настоящее зрелище. При помощи мощных кранов и тросов огромный корабль медленно и осторожно спускается по наклонной площадке. Для обеспечения безопасности корабля и работников верфи спуск на воду проводится только при определенных погодных условиях и под строгим контролем специалистов. И вот новенькое судно на плаву. Заключительный этап тестирования. Команда инженеров проверяет прочность, скорость, маневренность и другие характеристики корабля. Последние усовершенствования будут выполнены уже на воде. А дальше грозу морей и ледников ждет увлекательное путешествие длиною в 30-50 лет. Вот это махина! Петр Первый был бы рад, если бы он это увидел. Е! Один балл в нашу пользу! Ура! Осталось победить последний анонс. По парку в скафандре. Дай подумать. На бульваре Гагарина возле молодежного центра ПГУ думаю, можно встретить студента в наскоро шитом скафандре. Актера из студенческого театра. Второй вариант. Водолаз в скафандре. Только что он делает в парке? Дайвинг. Один из самых увлекательных видов спорта. Но ныряльщики так и норовят что-то утащить со дна морского. Кораллы, например. А это губительно для морской экосистемы. Что же делать? Подумали ученые. Предупреждать каждого дайвера? Нереально. Приставить к кораллам охранников? Тоже. Но можно пойти другим путем. Отвлечь дайверов от кораллов и заинтересовать их чем-то другим. В мексиканском городе Канкун в 2010 году был построен удивительный и даже сюрреалистичный подводный музей. Назвали его просто и красиво Муза. Это самая юная достопримечательность мира. Он расположен на границе Мексиканского залива и Карибского моря недалеко от острова Исламу Херес. На глубине от 4 до 8 метров. Прямо на морском дне. Это подводные скульптуры людей в натуральную величину. Но есть и другие экспонаты. Например, автомобиль, дом и даже удобный стол. Музей несет сразу несколько функций. Демонстрирует человечеству сложность взаимоотношений человека и окружающей среды. А еще обращает внимание людей на защиту экосистемы коралловых рифов. Подводные скульптуры служат основой для будущих колоний кораллов. А еще это дом для морских обитателей. Не случайно во многих экспонатах сделаны отверстия. Идея создания подводного музея принадлежит группе неравнодушных к природе и искусству людей. Союзу двух докторов и художника-скульптора. Который стал ответственным за наполнение подводного музея скульптурами. Коллекция постоянно пополняется. Здесь уже более 500 экспонатов. А чтобы статуи не снесло морскими течениями, их установили на тяжелые массой до двух тонн основания. Так как обычный бетон для морской воды не очень подходит, было принято решение создавать скульптуры из специального так называемого морского бетона, в состав которого входит цемент, силикон и стекловолокно. Чтобы создать коллекцию, мастеру потребовалось полтора года, 400 килограммов силикона, 120 тонн цемента и почти 4 километра стекловолокна. Многие слепки, кстати, были сделаны художником с реальных людей. У каждой статуи есть свое название. А еще скульптуры собраны в комплексы «Завоевание», «Революция», «Независимость». Самая многочисленная композиция носит имя «Тихая эволюция». Она отображает историю людей, начиная с древних народов майя и до наших дней. Да, впечатляет. Кто бы мог подумать, что этому артефакту всего 13 лет? Скульптуры со временем наверняка состарятся и потихоньку обрастут кораллами. И даже без участия человека экспозиция будет видоизменяться. За это отвечает второй архитектор «Матушка природа». И ее творчество очень скоро оценят любители подводных красот вездесущие дайверы. Столько воды еще не было ни в одной нашей программе. Я имею в виду в прямом смысле воды. H2O. В первом сюжете мы ее изучали, во втором на нее спускали корабли, а в третьем под ней ходили. Артем, перестань лить воду. Я имею в виду то, что передача подходит к концу. День воды мы отметили на славу. А сейчас за вечерним чайпитием обсудите все услышанное. Но помните, вода вас тоже слышит. Так что не жалейте добрых слов, а программу вели Артем и Маша. Смотрите нас в эфире и на ютубе. Скоро увидимся. Пока-пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова